Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию уловистую нимфу, так как вы просили. Значит, крючок я беру вот такой формы, номер 14, 16, то есть подберете под свою рыбалку. И самое главное, огрузить необходимо свинцом. Степень огрузки выберите для себя сами. Весь смысл заключается в чем? Я уже вам говорил, личинка должна иметь форму, вернее форма нашей нимфочки должна иметь как у личиночки. В качестве огрузки можно использовать и медную проволоку, то есть то, что вы захотите, как вам будет удобно. Материалы в процессе изготовления я вам буду говорить, какие мы будем менять. Но особенность заключается в том, я ее уже вам изготавливал. Достаточно хорошо работает и по хариусу, и практически по любой белой рыбе. Но сегодня я хочу вам показать тот вариант, который вот уже проверен сейчас. По карасю карась довольно-таки хорошо реагирует, когда активен. Ну и красноперка, плотва, естественно, не пропускает. Поэтому я величину беру изначально несколько большую, для того, чтобы отсеять мелкую рыбу. Теперь нам с вами понадобится немножко нашей красной тесьмы или оранжевой тесьмы, или же, если у вас имеются остатки перьев всевозможных, желательно вот, как у меня есть вот красная, можно пуховой частью изготовить, заднюю часть. Все материалы мы с вами будем потом уже рассматривать. На место, где закончили у загиба крепить свинец, я наношу немножечко клея. И закрепим те материалы, из которых будем изготавливать. Я оранжевой ниткой заднюю часть буду делать, своего рода зад привлекательнее. И сразу мы закрепим с вами те материалы, которые необходимы. Это нитка из тесьмы, оранжевого цвета, распущенная. Значит, что нам необходимо? Зайти буквально вот, как у меня, за почти сам загиб, там, где он начинается. Почему ниткой, а не дабингом? Мы ниткой обозначим хорошо, дабинг заберет полезную площадь подсечки рыбы. И изготовим вот такой понарастающий, хороший, симпатичный шарик. Величину подберете сами. Можно люрексом. Ну, я вам предлагаю тот вариант, который я уже делал чуть ли не на водоеме. Поэтому этот вариант уже более-менее проверенный. Вот такой величины нам будет вполне достаточно. Теперь нам необходимо закрепить другие материалы. Ну, прежде чем мы с вами будем крепить все оставшиеся материалы, нам необходимо на место крепления нашего шарика нанести вот так капельку лака, чтобы хорошо он у нас впитался. Лак я использую вот такой, чтобы вам было видно. Это лак-клей глубокой фиксации. Удаляем теперь нашу нитку. Значит, я обычно, чтобы 10 раз не выполнять одну и ту же операцию, беру нить где-то 4-0-6-0, не толще. Подхватываю здесь и уже спокойно мы можем с вами удалить все остатки ниток. Подождем, пока пропитается хорошо наш лак. Лак наш подсох. Я закрепил в качестве сегментации вот такой материал. Значит, можно использовать здесь леску, можно использовать проволоку, можно использовать, вот продаются всевозможные вот такие наборы для рукоделия. То есть, подберете для себя сами, чем вы будете сегментировать. Но должна быть достаточно крепкая и плотная сегментация, для того, чтобы мы могли продавить наш даббинг. Теперь мы должны с вами хорошо подровнять тело, чтобы не проявлялся наш свинец. И придадим дополнительно еще такую хорошую каплевидную форму. Буквально не доходя до окончания свинца, останавливаемся буквально пару миллиметров. Этого будет вполне достаточно. Теперь я беру, расщепляю нить, так как мне в этой ситуации значительно удобнее работать с расщепленной нитью, чем ее делать даббинговую петлю. Это ответ на ваш вопрос. Поэтому я изначально подбираю нить, для того, чтобы мне можно было ее расщепить. Если вам удобно работать с даббинговой петлей, пожалуйста, работайте с даббинговой петлей. Разделили нашу нить. Берем наш клей-карандаш. И я обычно промазываю нижнюю часть, для того, чтобы можно было потом нам это все соединить. Понадобится даббинг. Даббинг я беру двух цветов. Вот я здесь подготовил такой серого, светло-светло-серового цвета и слегка болотного. Нам необходимо теперь вот аккуратно все это перемешать. Сперва, как я показываю, порвать его на вот такие мелкие кусочки, для того, чтобы у нас даббинг хорошо перемешался. Так как тело у нашей нимфы неоднородное. Оно и слегка оливковое, и слегка темное. Поэтому и добавляем небольшими вот такими мелкими порциями в нашу расщепленную нить. Значит, количество даббинга я не советую вам укладывать много, для того, чтобы не было у нас в дальнейшем комков. И нимфа не вышла у нас рыхлой. Буквально сантиметров 10-12. Больше не старайтесь, так как будет неудобно работать. Лучше потом немножко добавить. Закрываем нашу нитку и прокручиваем, опускаем вниз бобинодержатели, прокручиваем в любом направлении, в котором вам будет удобно. Эту операцию мы уже с вами выполняли не один раз. Так будет достаточно у нас крепче держаться наш даббинг. И в дальнейшем рыба, в принципе такая, как хариус, уже не сможет или окунь порвать своими зубками. Нам теперь с вами необходимо вот так немножечко ее распушить, как обычно нашей зубной щеткой. Как вы видите, нить должна быть крепкой. Это уже вы заметили. Нить не отпускаем. Доносим совсем капельку клея на место обмотки даббингом. Это нам будет гарантировать то, что, невзирая на то, что наша нимфа будет немножко покусана рыбой, в то же время будет достаточно долго служить. Ну и теперь формируем тело оконообразное. Если надо, два-три раза сколько нужно пройти по одному и тому же месту. Вот у меня остался еще щепоточка вот так даббинга. Я ее просто беру, наношу теперь, наношу нить. И домотаем то место, где будем формировать с вами грудку. До окончания свинца, друзья мои, не доходим. Здесь мы будем крепить другие элементы. Дошли. Теперь что мы делаем? Я убираю мою нить. И переходим теперь к более темной, но уже несколько тоньше должна быть наша нитка. Сделаем завершающий узел и удаляем. Чтобы более-менее симпатичным было тело, нам необходимо сделать вот такую операцию еще. Ее хорошо подпушить. Вот эти все длинные волоски мы пока не отрываем. Это мы подготовим потом с вами потом. Значит, и в обратном направлении я начинаю выполнять сегментирование своей нимфы. Шаг выберите для себя сами, так, чтобы выглядело тело привлекательным и симпатичным. Я обычно стараюсь выполнить 4-5 оборотов для того, чтобы была видна сегментация моего тела. Оставляем здесь наш люрекс подвеса. Мы берем теперь другую нить. Эта нитка черная, немножко тоже распущенная, как я уже рассказывал, была в продаже резинка для носков. Мне достаточно хорошо подошла величина и толщина этой нитки. Резинка пригодилась для других целей. А нитку для вязания удаляем остатки материала. Теперь нам понадобится парочка перышек павлина. Если по каким-либо причинам у вас, допустим, нет, можно спокойно использовать вот такой даббинг, который продается в наборах. Взять черный цвет и с его помощью изготовить или подобрать, допустим, взять немножко черного, взять немножко оранжевого, взять немножко зеленого и подготовить. Выполним теперь буквально до окончания свинца. Я не армирую. перекручиваю между собой наши перышки и делаю вот такую один на один, как у вас будет получаться, жирную, вот такую хорошую грудку. Закрепили перо. Остатки мы с вами отрезаем, но не удаляем, так как одно из перышек мы будем использовать с вами для опушки. Этого вполне достаточно. В качестве опушки мы будем использовать с вами перышко куропатки. Я вот подобрал в районе шеи соответствующей величины перо, длина оборотов должна доходить до загиба. Ну, или равняться, или в крайнем случае быть несколько больше. Подберете для себя сами. Крепим наше перышко. Значит, количество оборотов здесь уже не столь принципиально, все зависит будет от вашего пера. Но обычно я выполняю один-два оборота в зависимости от того, в каких условиях у меня будет проходить рыбалка. Ну, и опять же, какой величины у вас будет перо. Вот я выполнил один оборот. Вижу, что мне немножко еще недостаточно. Выполним еще один оборот. Я не отрезаю, дабы не нарушить мое перо. Увожу вот так бородки все назад. И место крепления хорошо поджимаю ниткой. Как вы видите, мои бородки хорошо облегают тело. То, что нам и необходимо. Промотаем место, где мы будем формировать головку. И теперь уже мы можем, друзья мои, спокойно убрать остатки нашего пера. Удалили. Берем одно перо, перышко, что осталось у нас, или два. Это мы уже подберем, вы для себя выберите сами по величине, допустим, того места свободного, которое у нас осталось возле колечка. Закрепили. И также здесь выполним пару, тройку оборотов нашим пером. Следим за тем, чтобы перо куропатки у нас не попадало. Вот столько нам будет вполне достаточно. а теперь изготовим головку и удалим остатки пера. Вот, друзья мои, как вы видите, я нанес буквально капельку аккуратно лака, для того, чтобы не испортить перо павлина, которое мы подмотали. И вот такая наша нимфа готова к работе. Оттенки, как я уже вам говорил, могут быть всевозможные. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.